всем привет друзья сегодня яна согласилась дать интервью я на объездила уже на пол мира и на данный момент она живет в австрии расскажет нам свой миграционный путь какими сложностями трудностями она столкнулась начиная с вьетнама и китая хочу отметить что я на не просто путешествует я на параллельно ведет тором оказывает очень интересные особенности страны менталитет и культуру ну что ж я на михау или гутентак все-таки как правильно я туда поехала просто отдохнуть я думала что мне нужна такая глобальная перезагрузка я поехал туда на пару месяцев тогда это было очень модно распространено многие ездили на перезагрузку в азию и я там внезапно устроилась на работу и осталась на на целый год что за работа расскажи пожалуйста я работала в ювелирном магазине мы продавали ювелирные украшения и драгоценные камни супер как же плавно ты так переехала в китай это не совсем было плавно я после вьетнама на какое-то время возвращалась в россию и потом у меня был выбор ехать во вьетнам но поскольку там я уже знала что все налажено что я могу туда приехать и работать и поступило предложение еще из китая и я решила попробовать что-то новое мне тогда казалось что я знаю очень много про азию вот и поэтому это это же ошибочное мнение мое было скажи пожалуйста все таки что это за приглашение о работе да знаешь знала или знаешь ты китайский язык какая виза тебе открывалась я думаю многие знают кто интересуются темы заработка за границей что в китае очень большой спрос по крайней мере был раньше был пандемии сейчас непонятно пока что раньше очень популярно было ездить и работать учителями такой даже глагол придумали течери и они с удовольствием брали европейских уже для китайцев россия тоже европа преподавателей для того чтобы они работали детских садах центрах развивающих и школах насколько я знаю обучали каком языку английском то есть ты очень хорошо знаешь английский язык язык но я бы не сказала чтобы идеально это не мой это не моя профессия я не профессиональный преподаватель но у них очень невысокие требования к преподавателям потому что спрос у них вот такой людей которые приезжают меньше поэтому они готовы предлагать такую конкурентную заработную плату и не сильно смотрят на там какие-то дипломы и даже иногда на уровень супер скажи пожалуйста при трудоустройстве пользовалась ли ты какими-то юридическими услугами или же сама открылась я ездила не по рабочей визе наверное кого-то могу научить плохому не делайте так вот я ездила по обычной бизнес визе потому что я не не сотрудничала ни с каким агентством потому что через агентство ты получаешь в разве меньше потому что агентство забирает значительную часть часть твоей зарплаты поняла супер ну скажи пожалуйста какие условия были у работодателя да вот какие условия жизни вообще были и почему ты захотела дальше там условия были нормальные в том плане что изначально конечно это выглядело очень привлекательно по зарплате плюс они предоставляют жилье плюс питание я работала детском саду поэтому питалась это уже там и плюс там какие-то я не знаю подарки на какие-то праздники тоже эти красные конверты они тоже там какие-то какие-то деньги могут дарить какую-то одежду предоставляют в общем плане обеспечения они хорошо обеспечивают единственное что очень зависит от того где ты будешь работать потому что чем дальше от крупных городов скажем тем конечно есть шанс зарабатывать больше то есть они предлагают больше потому что доехать никто не хочет но теперь я понимаю почему не хочет потому что там одни китайцам нечего делать и морально очень сложно выучила это китайский я вначале начала и выучить потому что когда приезжаешь новую страну мне кажется многим кажется что сейчас я быстренько инвестирую сейчас я все выучу да ты же попадаешь в среду и приходится как ты хочешь не хочешь его выучить хотя бы на каком-то данном уровне на самом деле в начале он меня пошел очень хорошо единственное что меня сбивало то что классический китайский который всем преподается и используется ну в основном везде он отличался от того китайского который был в той провинции где я жила в гонжоу и в гонконге там сильно другой язык они даже друг друга не понимают поэтому этим мое обучение немножко стопорилась но потом я решила что я в этой стране жить не хочу оставаться не хочу поэтому почему я прекратила учить все таки китай это же такая цивилизация все тебя хотят наоборот почему ты уехал не знаю у меня было наверное слишком много китайского китайцев я работала с китайцами жили бок о бок с китайцами все выходные практически там ну то есть абсолютно все время на китайском с китайским и в общем я скажи пожалуйста как ты оказалась в австрии в австрии оказалась вообще случайно вот у меня так случайно где-нибудь тоже оказаться но это было случайно но не быстро поэтому я познакомилась со своим будущим мужем получается там и вот через какое-то время получается я переехал в австрию ты сначала получила вид на жительство правильно да сначала получаешь вид на жительство потом через пять лет по моему дают постоянное место жительство пмж дают и потом но в общей сложности через это для разных вис по-разному тут такая схема если вот только об этом разговаривать то это конечно я расскажу немножечко о процессе да насколько был бюрократическим да обращался ли ты к тем же иммиграционным юристам допустим вообще сложно ли было совершить данную иммиграцию я бы не сказала что сложно я бы не сказала что легко просто очень долго и очень много документов нужно собирать изначально мы собирали документы чтобы пожениться здесь то есть сначала мы собирали пакет документов для регистрации а потом там на основании вот этого уже подавали на вид на жительство и получается что все документы нужно собрать заверить у юриста у нотариуса апостелировать здесь перевести только у избранного переводчика тоже чтобы все печати и подписи были потому что если не понравится какой это был переводчик они могут тебя отправить обратно они могут дать тебе список документов потом сказать ну давай еще что-нибудь принеси вот идешь а у них нет такого как допустим делают в америке они доверяют даже после совершенной иммиграции на наличие так скажем ну вот крепких связей да что действительно брак был совершен по любви они из-за иммиграционного процесса нет как в америке такого нету там конечно вообще у них все сложно кроме бюрократического процесса вы ничего не доказывать может быть вы предоставляете там билеты о совместном отдыхе где-нибудь далее там фотографии совместно еще что-либо тогда это понимаю на этом этапе не знаешь немецкого языка да и что ты делаешь и что я делаю я радостно пользуюсь английским здесь практически все говорят на английском и вот этот английский он меня сильно расслабляет у меня нет такой острой необходимости но его выучить потому что я если что не так я перехожу на английский и окей меня все понимают да и поэтому как бы не только поэтому но в общем да он тормозит хотя вот в италии не очень распространено что все знают даже с туристических местах а здесь в принципе практически все даже в возрасте яна у нас еще была в италии яна расскажи где ты еще была так нет а италия у нас здесь три с половиной часа на машине и граница с италией это ну как бы здесь можно по идее взять машину там какой-нибудь месяц и что ты находишь себе работу или что нет сначала я приезжаю по туристической визе мы находились в процессе сбора документов на подачу заявления поэтому у меня не было возможности даже это делать если бы я захотела потому что туристическая виза не предполагает разрешение на работу естественно и мы еще какое-то время летали в китай у мужа работа связана с китаем поэтому мы половину времени были здесь половину времени были в китае и потихонечку собирали документы также на вид на жительство нужно сдать экзамен а один это такой базовый уровень немецкого когда-то они не просили никаких сертификатов не требовали никакого знания и конечно здесь есть люди которые проживают здесь долгие долгие годы находясь в каком-то окружении своих соотечественников в своей диаспоре и не знают языка страны конечно с одной стороны это хорошо что они просят но это такой определенный стресс потому что вот на прошлую карточку мне нужно было сдать уже следующий уровень они там там все очень серьезно там все сидят по стойке смирно не дышать ничего только слушать и там потом записывают твою речь отправляют в вену на проверку ну в общем такую целую историю сделали из этого экзамена хорошо при получении вида на жительство искала эту работу как вообще обстоит процесс трудоустройства в австрии здесь вообще есть службы которые призваны помогать но вот в последние пару лет все это как-то минимизировалось у них видимо урезали бюджет и потому что раньше при переезде раз они требуют знания немецкого они и предлагали поддержку изучение тут курсы такие тоже не дешевые достаточно и они предлагали вот эти курсы бесплатно тот момент когда я до них дошла у них как раз прикрылась лавочка и все закончилось ничего нету вот и также трудоустройство но я я понимаю что как бы для трудоустройства здесь нужен какой-то приличный немецкий либо это какие-то такие сервисно помогающие профессии то есть ну я так понимаю без знания языка даже гражданину так скажем астре сложно устроить на какую-то работу ну понятно что гражданин знает немецкий язык но допустим тех у кого видно жительство да только сложно в принципе они долго устраиваются и местные потому что у них весь этот процесс трудоустройства он очень растянутым времени австрийцы в принципе нигде не спешат то есть они документы взяли они могут там их думать обрабатывать там проверять я не знаю проверять они на самом деле или нет но они никуда не торопятся и я очень ограничена то есть если моя виза она привязана к браку здесь более-менее все стабильно то со студенчеством это такой процесс более динамичный поэтому там есть возможность опоздать и бывало такое что приходилось выезжать из страны и заезжать потому что та виза заканчивалась австрийцы не успевали ее продлевать то есть ты имеешь ввиду допустим смену статуса чтобы остаться в стране так понимаю в австрии это возможно да то есть студенческой визы перейти допустим на ту же рабочую визу ну вообще да но там тоже есть какие-то условия потому что там по моему есть какие-то ограничения что с определенной вот если ты отучился то ты можешь перейти на рабочую визу только по специальности которую ты получил вас расскажи пожалуйста в каком городе ты сейчас живешь живем в граце это относительно недалеко от вены около двух часов на машине это 2 по величине город австрии но у них очень большой разбег ну то есть вена там 2 миллиона допустим ну примерно вот то град следующей по численности всего 350 и